Где-то в пределах 10 секунд одну деталь заряжает. 10 минут и жарочный шкаф готов. Скорость изготовления и технологичность – одно из преимуществ любого предприятия. Но для заводов, работающих по государственным контрактам, это особенно важное качество. На фабрике в Денском районе могут быстро и качественно исполнить практически любой договор по своему профилю. Уже больше 20 лет на местных конвейерах производят оборудование для пищеблоков. Шкафы, жаровни, разделочные столы и печи. Из оборотов 400 миллионов в год – около 40% государственные контракты. За вот эти десятилетия работы сформировался отдел. Это, он так называется, отдел торгов. Сейчас, благо, информация достаточно открытая, ее много везде, и не только по нашему краю. Можно сказать, что это такие профессиональные участники в торгах. Потому что все-таки этот канал сбыта, канал продаж, он отличается от классических продаж. Сегодня каждый пятый предприниматель края участвует в государственных и муниципальных торгах. Динамика положительная, но все же пока далека от идеала. На совещании глава региона озвучивает цифры. Доля малого и среднего бизнеса в объеме закупок – 33%. Для сравнения, пять лет назад было всего лишь 15%. Но такую радужную статистику не всегда подтверждают сами предприниматели. Не раз я слышал уже со стороны малого и среднего бизнеса о том, что вот эти торги – недобросовестная конкуренция. Сложность принять участие даже в этих торгах, потому что изначально уже невыполнимые для них требования, невыполнимые. Давайте сейчас посмотрим на механизмы и алгоритмы, которые на самом деле не просто есть, они работают. Они те барьеры и барьерочки, которые сегодня созданы, для того, чтобы вроде как в басне, когда лиса вокруг кувшина бегает, понимать, что в нем есть содержимое, а выпить с него не может. Вот так и малый средний бизнес в крае. Он понимает, что можно принять участие в муниципальных и государственных закупках. Но реально это сделать не может. Давайте посмотрим, насколько на самом деле сегодня имеет возможность малый и средний бизнес нашего края принимать участие в муниципальных и государственных закупках. Глава региона ставит конкретную задачу – довести долю малого и среднего бизнеса края в объеме госзакупок как минимум до 50%. Предприниматели и рады участвовать в тендерах, но часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и непрозрачностью торгов. Очень много предпринимателей не доверяют этим торгам и не идут в эти торги, потому что они видят, что часто, ну вот опять же, если есть примеры, то вот тоже в двух районах документация составлена так, что может победить только, ну скажем, определенного вида товар, который там заложен и которым, ну торгуют, скажем, там, ну которые не могут поставить все остальные. В крае госзакупки проводят больше 6 тысяч заказчиков. Большая часть из них – представители муниципалитетов. Губернатор просит брать пример с тех районов, где доля участия малого и среднего бизнеса достигает 80%. В отличниках – Калининский, Крымский, Каневской, Белореченский и Абинский. Но, к примеру, Новороссийск – третий город в крае по количеству предпринимателей пока демонстрирует низкие показатели. В то же время кубанский бизнес осваивает рынки госзакупок в других регионах, чем привлекает средства в экономику края. Мы только 2 миллиарда отдали бизнесу не из нашего региона. А наш бизнес принимал активное участие в других субъектах на 18 миллиардов. То есть в экономику края мы привлекли еще плюс 16 миллиардов. На совещании Вениамин Кондратьев также поднял тему прямых контрактов. Это закупки малого объема до 300 тысяч рублей, которые проводятся без торгов. Глава региона уверен, их нужно вывезти из тени, перевезти на электронную площадку, что может увеличить количество потенциальных поставщиков. Закупки малого объема до 300 тысяч рублей, коллеги. Это так вроде как звучит. А если так посмотреть, по итогам прошлого года вот этих закупок малого объема мы произвели на 22 миллиарда рублей. Без торгов. Это же напрямую. Это же напрямую на 22 миллиарда рублей. А кто мешает их вывезти на электронные торги, на электронную площадку? Кто мешает вывезти? В том числе и вот эти закупки малого объема. Кто? Почему мы их держим в тени? У нас тут настолько, мне кажется, непрозрачно, что на самом деле, мне кажется, просто не с кем добиваться прозрачности. Коллеги, это карманные поставщики. Я уверен, карманные поставщики. В то же время, не нужно забывать о поддержке малых предприятий. Из-за того, что бизнес не может реализовать себя на внутреннем рынке, он попросту вынужден закрыть свои производства. Такая ситуация сегодня недопустима, уверен губернатор. Ни один бизнес, малые средние не должны закрыться. Ни один, в непростое время. Еще раз подчеркиваю, поймите, что сегодня приоритет нашей политики – это сохранение рабочих мест и создание новых. А если мы допускаем, что ликвидируются предприятия, а тем более малые и средние, сокращаются люди, то такая политика мне не нужна. Или те, кто реализует такую политику, не нужно. Это неправильно. Коллеги, людям нужна, еще раз подчеркиваю, ежемесячная гарантированная зарплата. Госзаказ дает малому и среднему бизнесу гарантированный рынок сбыта, уверен губернатор. Тем более, что для поставщиков вся информация о тендерах теперь собрана на одном портале. Сайт начал работать еще в конце февраля. В режиме реального времени предприниматели могут находить потенциальных заказчиков и узнавать о планируемых закупках. Важно, чтобы кубанский бизнес смог участвовать в нацпроектах, благоустраивать города и станицы и обеспечивать горячим питанием школьников. И это еще не все направления, в которых местные предприятия смогли бы себя проявить.